Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Тема нашего урока – решение уравнений Давайте прочитаем данное равенство Первое слагаемое 6, второе слагаемое 4, сумма 10 Используя этот пример, давайте составим еще три примера Например, мы можем слагаемые переставить местами И тогда у нас получится следующее выражение Первое слагаемое 4, второе слагаемое 6, сумма 10 Теперь составим два примера на вычитание Если сумма 10, вычесть первое слагаемое 6, получится второе слагаемое 4 А если сумма 10, вычесть второе слагаемое 4, получится первое слагаемое 6 При составлении этих примеров мы применили следующее правило Правило первое. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Правило второе. Если из суммы вычесть одно из слагаемых, то получится другое слагаемое. Сегодня мы будем учиться решать уравнение с неизвестным слагаемым, которое подбором решить трудно. Давайте рассмотрим вот это домино. Вверху у нас 4 кружка, внизу 3. Можем составить следующий пример. 4 плюс 3 равно 7. Прочитаем его с именами. Первое слагаемое 4, второе слагаемое 3, сумма 7. Составим два примера на вычитание. Если из суммы 7 вычесть первое слагаемое 4, получится второе слагаемое 3. А если из суммы 7 вычесть второе слагаемое 3, то получится первое слагаемое 4. Вверху 5 кружочков, внизу 4 кружочка Составляем пример на сложение Первая слагаемая 5, вторая слагаемая 4, сумма 9 Если сумма 9, вычесть первая слагаемая 5, получится 2-я слагаемая 4 А если сумма 9, вычесть вторая слагаемая 4, получится 1-я слагаемая 5 3 плюс 6 Первая слагаемая 3, вторая слагаемая 6, сумма 9 Составляем два примера на вычитание Если из суммы 9 вычесть первая слагаемая 3, то получится вторая слагаемая 6 Если из суммы 9 вычесть вторая слагаемая 6, то получится первая слагаемая 3 Итак, при составлении этих примеров мы воспользовались следующим правилом Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Если из суммы двух слагаемых вычесть одно из них, то получится другое слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Этим правилом мы будем пользоваться при решении уравнения с неизвестным слагаемым, которое подбором решить трудно. Давайте попробуем решить Уравнение х плюс 45 равно 92 Первое слагаемое х, второе слагаемое 45, сумма 92 У нас неизвестно первое слагаемое Чтобы его найти, нужно из суммы 92 вычесть известное слагаемое 45 92 минус 45 получится 47 Проверяем место х, подставим 47 У нас получится 47 плюс 45 равно 92 Проверяем 47 плюс 45 равно 92 92 равно 92 Уравнение решено верно Решим еще одно уравнение 75 плюс х равно 81 Первое слагаемое 75, второе слагаемое х, сумма 81 У нас неизвестно второе слагаемое Чтобы его найти, из суммы 81 вычтем известное слагаемое 75 81 минус 75 равно 6 Проверяем, для проверки вместо х подставим то, что получилось, то есть 6 У нас получится 75 плюс 6 равно 81 Проверяем, 75 плюс 6 равно 81 81 равно 81 Уравнение решено верно Итак, на этом уроке мы вспомнили уравнение с неизвестным слагаемым И выяснили, что для того, чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео уроки на нашем сайте Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!